Официальный сайт проекта 3w.vsgg.com Пятый тур чемпионата Украины подошел к концу и время подводить итоги игровой недели на проекте WES. Премьер Лига на этой неделе порадовала нас с вами двумя матчами. Первый матч между командой Керчнет Юнайтед и Пенгвинс Крю завершился закономерной победой фаворитов и лидеров Премьер Лиги Керчнет. 2-0 по картам, 23-7 счет первой карты и 19-11-2. У Пенгвинс Крю на данный момент 10 очков, а вот у Керчнет на данный момент 27. Шансы можете подсчитать сами. Вторая игра между Спрейн Пре и Моралис прошла в очень сложной и напряженной форме. Если первая карта выявила явного лидера в матче и 22-8 Моралис смогли одержать победу, то на второй игра держала интригу до самого конца. 16-14 победа Моралис и Спрейн Пре не смогли вырвать хотя бы ничью из этой игры. Старт сезона для этой пятерки не очень удачный и на данный момент турнирное положение команд выглядит следующим образом. 1-я лига и обзор двух дивизионов. В дивизионе Ion Grows обыграли аутсайдера группы Rise Against на двух картах 19-11 и 20-10. Затем Ninja проиграли две карты своим соперникам в лице USB. И в завершении матч тура, который привлек большое количество зрителей к этой игре, Take It Easy и VH Detected. Игра завершилась победой первых на двух картах с минимальным счетом 16-14. Что касается игры, то здесь все было очень просто и ясно. Команде VH Detected просто не повезло. В некоторых моментах парни выглядели выше своего соперника, но удача отворачивалась очень неожиданно. Но, как говорится, везет сильнейшим. Парни из Take It Easy также приложили максимум усилий и до конца отыграли все раунды, что и привело к такому счету. В дивизионе B страсти продолжаются. Смотря на группу, просто нельзя пройти мимо игр. В этом дивизионе, смотря на игры, можно было назвать все матчи матчем тура. Но неожиданно закончился только один матч. Поезд на так сыграли в ничью с All Attack. Явные фавориты и лидеры группы дали слабину в этом матче. Что касается команды All Attack, то ребята провели хороший для себя матч. Четвертая строчка турнирной таблицы и все шансы, чтобы подняться выше. Далее игры прошли в принципе так, как и должны были пройти. С Брилла сыграли в ничью с АМТим 13-17 и 16-14. И наконец дабл дэмэдж обгорали Ньюэй 20-10 и 17-13. В общем у семи команд есть шансы бороться за зубчатые группы. А вот как будет развиваться ситуация в этом дивизионе, мы узнаем уже на следующей неделе. Вторая лига. В дивизионе А прошло всего два матча. Первый завершился очень быстро и очень удивительно для Николаевских ВОК. 25-5 и 29-1. Счет второй карты говорит, что ВОКам нужно что-то делать с игрой и своей подготовкой. Парни укрепились только на седьмом месте. И вторая игра между ЭКО и Крэйзи Шот закончилась также победой первых. 20-10 и 22-8. Турнирная таблица перед вами и общая картина не сильно изменилась. В дивизионе Б Панда Слайк проиграли составу Шара 23-7 и 21-9. Состав Шара удерживают третью строчку и на их счету 15 очков. А вот Панда Слайк только на шестом. На счету ребят только 8 очков и чтобы улучшить свое игровое положение нужно изрядно поработать. Посмотрим смогут ли парни улучшить свои результаты. И наконец Армада обыграли Беттерзеню 2-0 по картам 21-9 и 22-8. В общем явный фаворит обыграл четвертую строчку своей группы турнирное положение команд на ваших экранах. В дивизионе В состав Петарда обыграл Вирибус Юнити с 19-11 и 21-9. После чего Видон Стоп сыграли в ничью с Роуд 66-13-17 и 17-13. И в завершении матча 20-3 обыграли Ирс Ворм на двух картах с минимальным счетом 16-14. В общем игровое положение команд выглядит следующим образом. Есть четыре команды, которые будут бороться за топ-2 группы. Остальным командам на данный момент нужно более упорно готовиться к своим играм, так как шанс на улучшение игрового положения есть и немалый. А вот сами игры могут преподнести этим командам немало сюрпризов. Последний дивизион Герп. Ситуация очень похожа на предыдущий дивизион. Четыре команды, которые борются за топ-4 и время от времени или улучшают свое игровое положение, или наоборот спускаются на строчку ниже. У Иссинь и Квали обыграли своих соперников под грозным названием «Лежать 4-1» по картам. Элемент просто снесли АСЛФ2 21-9 и 17-13. Несмотря на проигрыши, АСЛФ2 продолжает бороться и упорство у этого состава могут подзанять чуть ли не каждая команда на этом чемпионате. Завершает наш обзор матч между Овнич и Too Good Too Bad. 4-1 победа Овнич. В общем, игровая ситуация была представлена вам полностью и только время и уровень подготовки разрешит все сложные ситуации к турнирной таблице. Со следующей недели видео обзоры чемпионата Украины изменятся кардинально и будут представлены совсем в другом формате. Шестой тур стартует очень скоро и снова нас будут ждать очень яркие и интересные матчи. Не пропустите шестой тур чемпионата Украины на проекте World Electronic Sports. Официальный сайт проекта www.wsgg.com Продолжение следует... Продолжение следует...